Есть еще вопрос? Можно, я так понимаю, передадим микрофон. У меня не вопрос, а в защиту комплекса общежитий, я хотела бы сказать от лица многих студентов Сибирско-федерального. Я студентка первого курса, и в этом году многие студенты столкнулись с той проблемой, что просто их было некуда заселить. И, как правильно сказал один из спикеров, что общежитий много не бывает. Я учусь в Сибирском федеральном. По счастью, меня заселили буквально перед первым сентября, но многих моих одногруппников заселили только в январе, феврале, им пришлось снимать квартиры. Потому что не хватает общежитий. Да, а многие совсем отказались от поступления, потому что элементарно не было возможности оплатить жилье в Красноярске. На горе или в политехнике живет? Я живу сейчас на горе. Так, а почему вы делите? У нас есть Сибирский федеральный университет, в который политехнический входит сейчас. Почему-то какое-то происходит странное деление, вот по вашей логике, что есть то, что на горе, есть то, что в политехническом институте, есть Сибирский федеральный университет. Поэтому, почему неправильный подход? Потому что студентам, живущим на площадке технического института, очень удобно добираться до учебных зданий на горе. Вы знаете, я просто одно могу сказать. Когда студенты снимают квартиры на Крастец и ездят в СФУ, потому что там дешевле, то, наверное, удобнее вариант со студенческого городка добраться. Ну, простите, я училась в Сибирском федеральном... Ну, слушай, они вам не нравятся, мне они тоже не нравятся, как они проходят. Но у нас есть мэр всенародно избранный, губернатор, депутаты горсовета, законодательного собрания, президент. Все избраны демократическим путем. Решение о том, где будут размещены объекты универсиады, оно принято. Бессмысленно сейчас пытаться их перенести. Многие хотят, многие строители хотят их перенести, потому что кому-то интересно на своей площадке, чтобы стояла, например, ледовая арена, потому что потом к ней власти подтянут трубу и не надо будет деньги платить, допустим, теплотранспортной компании. Но если мы сейчас начнем пытаться провести ревизию мест размещения, то у нас просто не хватит времени для того, чтобы потом эти объекты спроектировать, построить, и мы не получим ничего и опозоримся на весь мир. Вот моя логика-то очень простая. Поэтому в этой части можно дискутировать сколько угодно. Можно считать какие-то принятые решения ошибочными, но надо себе отдавать отчет, что они пересмотрены не будут. И что касается сквера. Вот я тоже за скверы. И вот когда Галина Григорьевна к нам приходила и говорила, березовую рощу давайте защитим, мы занимали консолидированную позицию. Дендрарий, который институт леса посадил, да, будем его защищать, никому его отдавать не будем. Но, извините, сквер рядом с лесом, мне даже без разницы, угнетенные там кустарники или неугнетенные. Если студентам политехнического университета, ныне СФУ, хочется прогуляться в лесу, сели на велосипед и поехали там через 500 метров, начинается чаще. Если преподавателям хочется прогуляться в этом сквере, ну, вообще говоря, они туда на работу ездят. Я понимаю, в советском районе, в советском районе, в чистом поле люди в северном говорят, дайте нам сквер. Ну, бессмысленно бороться за 70 кустов, если рядом растет лес. Ну, очень неприятно, конечно, такой комментарий слышать от Глескова Александра Александровича, депутата городского совета. Ну, коли так уж случилось, а сквер нужен даже для того, что когда сдаются экзамены, то есть зона отдыха должна быть для студентов. Может быть, вы не в курсе. Дойти до леса, садиться на велосипед, когда идет сессия, не совсем камильфо, Александр. Ну, ладно. Я когда был студентом, я пешком с МРЧК ходил до СФУ, на физкультуру. Не надо мне рассказать, зимой причем. А вы, видимо, немножечко заедете. Мы же сейчас хотим все сделать на высшем уровне, Александр. И поэтому, может быть, эти зоны надо было бы оставлять. А, по вашему проекту, вот вы сейчас говорите, принято решение. Мы рады, что такое решение принято. Но если мы сейчас откроем вашу презентацию, буквально там, на месте бывшего корпуса Г, у нас нарисован еще стадиончик, футбольное поле. Правильно? С беговой дорожкой. Давайте откроем вашу презентацию и посмотрим эту картинку. Этими картинками обладаем и мы. И наши претензии на сегодняшний момент именно поэтому. Сейчас вы эту ситуацию озвучили. Мы рады, что наконец-то услышали, видимо, наши письма, дошли до кого нужно. Это замечательно. По общежитиям. Действительно, можно было бы кампус расширить. 4 тысячи будет построено. И ваши одногруппники расселятся. 1800 не решит проблемы в студенческом городке за счет парка, который будет уничтожен. И парк надо было восстановить. Может быть, угнетенные деревья и спилить, и убрать, и что-то посадить там. Не вопрос. Это называется лесовосстановление в том числе. Можно было этим позаниматься. Сделать комфортную зону. Помимо студентов, там еще масса общежитий, где проживают преподаватели и студенты с маленькими детьми. Их там достаточно много, Александр. И вот им идти куда-то садиться на велосипед и с коляской ехать, тоже не камильфой. И они привыкли и хотели бы гулять там. Но вот видите, альтернатива этого парка и плотной застройки у нас продолжается. И гурсовет, к сожалению, не слышит. А то, что касается решений, которые уже приняты, не меняются. Так и в Дендраре решение было принято построить. Фанош, самой Москвы команда была. Мы же сумели это вместе с вами отстоять. Чего случилось в этом моменте, Александр Александрович? Я вам говорю, давайте там, где есть целесообразность, вместе действовать. А там, где уже... Наталья Александровна, если вы не видите этой целесообразности, то не значит, что она не существует. Аплодисменты, пожалуйста. А у меня большая просьба... Вы запланированы, что ли? Нет. Вы только те, кто попросили... У меня большая просьба, смотрите. Просто большинство людей, мне кажется, Наталья, понимает, что это уже такой специализированный диалог пошел. Кто-то... И люди не могут принять решение. Вы говорите, что эти деревья не угнетенные. Кто-то говорит, что они угнетенные. Большинство людей не понимает, что такое угнетенные и неугнетенные деревья. Я думаю, что нам нужно будет провести дискуссионный клуб на тему отдельных деревьев. Но у меня большая просьба. Вот там человек в красной майке тянул руку. Поэтому давайте до него возможность задать ему вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Павел Шаврин. Я представитель молодежно-российской общественной организации «Российские студенческие отряды». И у меня вопрос совсем не по лесу, а о студентах. И вопрос у меня звучит так. В первую очередь он адресован к дирекции и к представителям Сибирско-федерального университета. Скажите, пожалуйста, ведется ли какая-то работа по, например, созданию, привлечению студентов и организации работ, привлечению студентов на стройке объектов универсиады, чтобы студенты, в том числе из других регионов, студенческие отряды, объединенные студенческие отряды приехали и смогли поработать и прикоснуться своими руками к незаменательному всемирному событию спортивному. Вот. И если да, то у меня вопрос к проектору. Готов ли Сибирский федеральный университет принять в летний период, когда студенты отдыхают, и у них проходит так называемый у нас третий трудовой семестр, и они приезжают на объекты и работают. Вот. И готов ли он принять студентов, разместить на своей территории, чтобы они поработали в Красноярске, познакомились со спецификой Красноярска, узнали наши красоты, посмотрели и построили универсиаду. Потому что, к сожалению, все меньше времени остается, остается всего буквально 4 года до начала. И очень бы хотелось, чтобы была возможность не только нам, красноярцам и студентам из Красноярска каким-то образом принять участие, но и другим тоже, например, как это было на Олимпиаде или на универсиаде в Казани в 2013 году, когда Олимпиаду устроила вся страна, в том числе огромное количество студенческих отрядов приезжало со всей России. И вот у меня касается, естественно, вот этот вопрос. Спасибо. Спасибо за вопрос. На самом деле, по каждому направлению, чем больше будет включенность различных молодежных организаций, общественных организаций, потому что уже здесь правильно отмечали, что мы с экологами начинаем сейчас выстраивать по объектам, в том числе отношения. И по студенческим отрядам это тоже вопрос отдельно обсуждается. Там есть, конечно, ряд ограничений, связанные с законодательством и так далее. И мы с командиром студенческих отрядов сейчас эту тему обсуждаем для того, чтобы все-таки и как раз и студенческие отряды, потому что красноярские студенческие отряды, они и сибирские, одни всегда находятся на таких, на передовых и на сочинских объектах. Наши красноярские ребята первыми заходили. Понятно, что там какие-то специфические работы они не могут делать, но поэтому этот вопрос надо сейчас обсуждать. Нужно будет найти законодательную инициативу, чтобы на всех объектах была рука студентов, потому что это же студенческие игры. И все должно быть, здесь очень все символично, и строить должны студенты, и остаться потом должно в первую очередь для студентов. Поэтому я готов, потом в отдельном режиме мы прямо поговорим. И уже, может быть, с этого года нам не удастся начать эти объекты, потому что в этом году объекты в основном проектируются. Но год 2016, я думаю, что нам нужно не упустить и точно прямо выйти на него системно, чтобы уже студенческие отряды со всей Сибири приехали сюда и начинали участвовать в этом проекте. Спасибо. Можно еще уточнить, работодатели, они готовы идти на встречу и принимать на своих объектах студентов? Я думаю, что это будет одним из наших условий. Его, конечно, к сожалению, сложно прописать в рамках законодательства. Но я думаю, что работодатели будут включаться, как на других крупных стройках. Вы знаете, так же было и в Сочи, так же было и на объектах Красноярского края. То есть мы будем здесь договариваться для того, чтобы как раз они принимали. Потому что это очень важный, в том числе и такой социальный эффект. И это очень важно. Но если в Казани и в Сочи получилось, то, я надеюсь, у нас тоже получится. Сможем договориться. Я видела второй ряд, где-то поднимали руку. Давайте дадим возможность из нашей серой зоны задать вопрос. Меня зовут Илья. У меня вопрос Александр Бодоляк. А зачем вы выступаете не от лица студентов, а от лица общественности? Вы поговорите про сквер. Но студенты, молодежь, они сами могут решить, хотят этот сквер или нет. Зачем вы тогда выступаете от лица студентов? Да, Наталья Бодоляк только. Вы выступаете от лица и студентов, и общественности. Потому что к этому скверу имеют отношение не только студенты, но и преподаватели. Я уже об этом сказала. Ну и не все студенты, как вы, считают, что лучше общежитие, чем сквер. Поверьте мне, есть студенты, кто считает, что нужен сквер. Особенно те, кто старшие курсы. Да, учитесь, поймете, видимо, постарше быть. Можно я спрошу, но я правда не понимаю, что... Вот смотрите, я просто понимаю, что там рядом лес. Я представляю, я думаю, как и все остальные. И вот если мне говорят, ты хочешь сквер или чтобы построили общежитие? Я студент. Я не выберу сквер никогда. Ну это серьезно. Я не понимаю такую логику и вот такие аргументы в защиту. Не на одних весах, Настенька, не на одних весах это лежит абсолютно. То, что комфортное проживание, никто его не отрицает. Но это не должно делаться за счет сквера, который там есть. Так же, как и объекты, о чем мы вам говорим, но вы почему-то не слышите. Почему мы слышим все? Цена вопроса должна быть. Что первично, а что вторично. Первично это комфортная зона проживания, комфортная зона для тренировок. Она комфортна, когда это находится в лесу. Для лыжников, для биатлонистов это важно. Но, к сожалению, вот сейчас, простите, натолкали в голову, что главное это объекты, классные, замечательные проживания, вот такое. Все будет у нас хорошо. Нет, я просто понимаю, что невозможно что-то... Занька, я до сих пор там прописана. До сих пор. И жила, жила примерно лет 15. Лет 15. И вот этот сквер, около этого сквера, ровно 5 лет прожила. И считаю, что это принципиально важно. Вы знаете, просто... Я поняла, ладно. Лет сквер, в котором там большая часть... Сергей, да. Город, там... У меня большая просьба говорить в микрофон, потому что вас не будет слышно, как у нас уже было не раз. Сергей тянул руку. Сергей у нас руководитель студенческого штаба, напоминаю. Видимо, за студентов хочется сказать. Да, действительно, все, вы правы. Я хочу сказать за студентов. Если... Ну, мы студенты, народ простой. Если нужно будет построить... Ой, посадить деревья, мы первые возьмем в руки лопату. Вот и все. И посадим. Простите, пожалуйста, я вон видела... Да, второй ряд опять. Давайте по очередности. Вот там, насколько я понимаю, девушка поднимала руку. Да, я плохо вижу, да. Давайте вы зададите вопрос. Можно мне комментарий утром? Да, конечно. Вот смотрите, но почему мы все время говорим о том, что у нас либо черное, либо белое? Ну, почему вы решили... Ну, мы же на каждом нашем дискуссионном клубе говорим о том, что, ну, невозможно развивать город, ну, не срубив ни одного дерева. То, что нельзя уничтожать леса, ну, я вам сказал, что, ну, лично меня, как Красноярцы, эта тема всегда заводит. Не хватает в городе красноярских деревьев. Их нужно минимизировать. Любой объект нужно вписывать в ландшафт, минимизировать снос зеленых насаждений, делать компенсационные посадки. Но для того, что вот сейчас, когда проезжаешь мимо Сибирского федерального университета, ну, гордость берешь, что ты живешь в этом городе Красноярске. А когда проезжаешь мимо общежитий, я там могу, честно говоря, ошибаться, где там чьи зоны границ, там есть такие общежития в студенческом городке, где не только кого-то гостей привезти, да страшно появляться. Так у нас должны студенты, как молодые люди, привыкать к лучшему, чтобы они изначально понимали, что они живут в комфортных условиях. Да, это должны быть зеленые зоны, да, должны быть скверы, скверов должно быть больше на взлетке в северном и так далее. Да, мы должны минимизировать снос зеленых насаждений, но мы должны говорить откровенно, что половина деревьев, они больные. И они либо сами упадут, либо злюют, либо в рамках этих проектов можно предусматривать мер. Мы же говорим о площадях, которые составляют ценность зеленой зоны. Это не деревья, не штуки деревьев, это площади. Я только про другое, что в цветах радуги есть и другие цвета, кроме черного и белого. Совершенно верно. Мы для того и обостряем сегодня дискуссионный клуб, мы специально обостряем обстановку, эти углы не сглаживаем, а вам их показываем. Вот ваша задача их сгладить, и вот молодежи, которые здесь сидят и аплодируют, задача сгладить и раскрасить в цвета радуги. А почему вы решаете, какая задача у Максима тоже, Наталья? Вот задача была рассказать, но почему-то вы считаете, что ваша задача обострить, а у него сгладить. Он все время о ней говорит, я согласна с этим, это прекрасно. У него задача объяснить. Это прекрасно. Как у директора, у него задача объяснить. Поэтому мы эти углы не пытаемся сглаживать. Мы пришли на дискуссионный клуб, и мы хотим, чтобы это было сегодня остро и интересно. Потому что интересно был бы вот этот монолог. Слушайте, нет, конечно. Но спасибо, что вы пришли. Какая у меня, знаете, большая просьба. Не надо понимать, что Наталья Михайловна баба и гая. Понимаешь, что все тут тут считают. Нет, в следующий раз у меня большая просьба. Вот я понимаю, что у нас ситуация с лесом и с парками назрела. Наверное, у нас будет встреча, где мы подготовим фотографии, покажем, как выглядят вот эти деревья, за которые бьются. Потому что... Почему? Ну, я хочу визуально увидеть, я думаю, как и многие здесь, чтобы посмотреть, за что идет битва. Я думаю, что такую дискуссионную площадку надо делать не здесь с фотографиями, а на местах. Посмотреть, что мы имеем на сегодня. в 2020 году, что у нас с вами останется. Видели, как хорошо? Может формату приходить. Прямо в точечку бы было, ребят. Вы посмотрели бы, какие объекты. То есть вам кажется, что там вот какие-то деревья, которые в принципе не нужны. А там стоит лес. 40-60 лет, которым еще стоять, ваших внуков дождется. Но он будет срублен. Но вас это не волнует. Вам сегодня надо вот немножко другое. Я бы, знаете, попросила просто... Можно я скажу, да? У меня большая просьба не делать выводы за спикеров и конкретно за нас, что нужно нам. Потому что все-таки вы как-то домысливаете. Мне кажется, формат дискуссионного клуба это не предусматривает. Мы даем возможность высказаться вам, но мы не говорим и не вешаем ярлыков на вас. Вы почему-то со своей стороны это делаете. У меня большая просьба. Девушка стоит уже долго. Вот давайте дадим возможность задать ей вопрос, потом по очередности низ. Добрый вечер. Алло, меня зовут Екатерина Хрусталева. По поводу трех высоток общежитий. Вопрос пожарной безопасности. То есть все помнят недавние пожарные шахтеры. И очень близкое расстояние. Это видно по плану. Ну и я знаю эту территорию, которая находится, территория этого парка. Очень вот... Я сейчас не буду говорить о том, нужен парк, сквер, не нужен. Но может быть делать другое решение. У нас есть старые объекты политехнического института, да, еще общежития. Может быть нужно их увеличивать высотность. Делать реконструкцию. Ну то есть чтобы вот таких каких-то моментов просто избежать. Правильно ли я поняла, что вопрос по поводу пожарной безопасности. Учитывались ли эти параметры? Действительно ли там есть какие-то моменты опасные в вашем плане? Ну, проектировщики же люди компетентные, профессиональные. Плюс вопрос пожарной безопасности вот этих фасадов, так называемых навесных, он уходит на особом контроле. Допустить нарушения, мы, конечно, не позволим. Это не позволят и все надзорные органы. Потому что, поверьте мне, их очень много вокруг нас. Я прямо, спасибо. Пожарные проезды будут все предусмотрены. Это, конечно, обязательно. Мы эксперимент... Дождите, а расширенные дороги будут? Сейчас там всего лишь две полосы, которые поросятся. Что-то изменится? То есть машина, в принципе, проедет? Очень, очень был хороший вопрос, связанный с наличием личного автотранспорта, в принципе, на территории студенческого городка. И студенческого городка, как студенческого городка, и в целом в кампусе Сибирского федерального университета. Вот, когда мы обсуждали со студенческим, в том числе, эти претензии, у нас есть вопросы, связанные с подъездом скорой помощи. Не могут к общежитиям подъехать очень много автомобилей. Так, в общем, студенчество вышло с инициативой, само студенчество, что, чтобы не было личного транспорта на территории закрытой, где общежития, учебные корпуса, вывезти это все наружу. Поверьте, решение для этого тоже есть. То есть, расширить дорогу из-за парковки, это не решение, решение, улучшить возможности... У меня большая просьба, Наталья, мы уже говорили, говорить в микрофон, потому что, либо у нас превращается диалог двух людей. У меня большая просьба, все-таки, соблюдать регламент. Это технически важно, чтобы вас слышали все остальные, потому что на задних рядах, я так понимаю, не все слышно. Кто-то поднимал... Можно? Можно я еще добавлю? Да. То есть, может быть, решение увеличивать высотность, как вариант. То есть, чтобы все-таки, вот ситуация шахтеров, да, она достаточно тревожная, потому что, если... Ну, где вероятность, что вообще машина не будет стоять? Мы как бы не можем это гарантировать. Вот. И момент нагрузки тоже инженерной сети, насколько это все объем просчитывается, район очень сильно застраивается. По поводу сквера и комфортного проживания, ну, как бы... То есть, может быть, еще норму комфорта смотреть? То есть, если у нас через 10 метров следующий дом, как у нас сейчас, да, стоит северная взлетка, и никому не комфортно, ну, вот мы так дальше строим, и это... Ну, как-то у нас так существует. Зачем мы будем плохой опыт переносить, ну, в классное, хорошее место? Спасибо. Спасибо за мнение. Нет, спасибо за идею, но, насколько я понимаю, смотрите, у нас получается логика какая? Если мы строим компактно, то, говорят, все будет плохо. Если начинаем расширять территорию, то нам нужно вырубать больше деревьев. Мы все время возвращаемся, вот как ходим по кругу. Кто поднимал еще руку, кто хотел задать вопрос? Простите, плохо видно. Я, насколько понимаю, вот человек сидит у нас. Можно, пожалуйста, волонтеры, большая просьба, подойдите. Представьтесь, пожалуйста. Ильича Нинова Валентин Павлович, эколог, турист, спортсмен, лыжник, велосипедист и так далее. Всю жизнь занимаюсь и с ребятишками, и с молодежью, и со взрослыми. Все, что мы говорим, это не вписывается в самое главное. Мы, школьников, должны к 18 годам приготовить, сделать настоящими избирателями, хозяевами своей земли, чтобы уже умели, и тем более студенты дальше, они уже должны быть готовыми, уметь по-государственному оценивать все, что происходит. Здесь общежитие, если кто-то говорит, девочки, мальчики, да, студенты, а посмотрите поглубже тогда, пошире. Вот я сюда вставлю такой момент. Уразов, ты говоришь, вот, вписывать надо в ландшафт. Да, вписывать. Но нужно учесть такой момент. Енисей, великий батюшка Енисей, течет на этом, на своем русле 70 миллионов лет без изменения русла. На одном из мероприятий кто-то там пытался вот вставить, ну, может быть, не точная цифра это, да? У ученых может быть, ну, разногласия, но много миллионов лет это уникально. Это все территория водосбора. И вся территория эта уникальная. Простите, пожалуйста, я перебью. А можно больше к вопросу? Сейчас секундочку. Нет, я говорю, не вопрос, а я говорю. И нужно с этой территории не улыбаться, девочки, не посмеиваться, так, а вникать. С этой территорией очень бережно относиться, Наталья, тебе тоже, я говорю. Ты по какому поводу улыбаешься? Нельзя трогать ее. Это уникальнейшая беречь, значит, каждый квадратный метр здесь надо. Мы угробили уже парк Горького. Это та самая природа, уникальная, сохранилась, так? А мы ее для аттракционов делаем. Студенты должны понять, это кощунство. Здесь не вырубать. Было, пусть оно будет. По части, что 75 или 80% они уже устарели деревья. Я напоминаю, студенты, вы должны знать, что территория городских лесов должна быть наблюдаема. Это закон. Наблюдаема, ну, нашими чиновниками, все, кто там, горзеленхоз и так далее. Чтобы смотрели, чтобы не успевали устареть деревья, постоянно обновлялась. Есть нормальная лесовосстановительная работа, правильно говоришь? Нормальная научная, практическая работа. Она упущена. И это минус нашим товарищам, которые его сидят в наших креслах, так? Это им минус, вам минус. А вы говорите, что наоборот, надо снести. Теперь площадь, наш город, очень загрязненный. Простите, пожалуйста. Просто мы переходим в монолог по поводу... Знаете, у меня большая... Минутку, минутку. Давайте мы не будем о зеленых заслужениях. Я акцентирую внимание. Студентам нужно вложить... В таком ракурсе очень редко говорится на наших мероприятиях. У нас просто... Площадь, площадь и только площадь. У нас говорят, 5-7 метров зелени на Красноярске это слишком мало. Это считается, что ничего нет. За то время, как мы построили, за 10 лет особенно, мы уничтожили все, что у нас еще было зелени. Весь сделали уничтоженный. Простите, пожалуйста, что все-таки я вас перебью. Вы знаете, у нас формат все-таки не монолога. Мы уходим уже в какую-то такую философию. Я считаю, что вы правильно говорите. Дискуссия. Мы говорим дискуссию. Кто-то сказали, обсудили. У меня большая просьба... Я обращаю к студентам. Вопрос к студентам. Здесь вот завершаю. Как на ваш взгляд, надо все-таки сохранить уникальную, реликтовую Николаевскую сопку и леса, березовая роща и все, что есть. Или надо ее все-таки застроить для универсиады. Один простой, но очень важный вопрос ко всем. Попробуйте ответить, студенты. Вы хотите ответить или вопрос задать? Не хочу ответить. Да. Зовут вас как? Новиков Кирилл. Я представляю команду 2019, флагманскую программу. У меня вопрос к заместителю, руководителя департамента горхозяйства. Вот вы говорили про пять полос. Почему именно три вверх, а не три вниз? Ну вот почему именно вверх должны идти? А вы... Я не думаю, что здесь сегодня все готовы обсуждать этот вопрос. Вопрос узкое. Технический, технологический. Но его можно просто объяснить, почему обычно всегда, когда гора вверх, полос должно быть больше на подъем, чем на съезд. Только потому, что посчитали сегодня, компьютерное моделирование показало и информация с камер о том, что вверх поднимается в час примерно 1300 автомобилей, вниз порядка 850. Для того, чтобы движение было равномерным, без заторовых ситуаций, надо, чтобы на одну полосу приходилось не более 650 автомобилей. С учетом перспективного развития и прибавления количества транспорта 7% в год, это среднероссийский показатель, он актуален для города Красноярска. Мы предполагаем, что развитие на 6-7 лет будет правильно именно такое количество полос. Спасибо. Спасибо. Постарался кратко. Да, я так понимаю, что мы уже скоро будем закругляться. Меня волнует морально-нравственный аспект. Когда не было 20 лет, тоже была Московская универсиада, там Мишка, его запускали в небо, было очень интересно, тоже была молодая такая, как-то вот в Москве по-другому сделали, они раскидали все эти, может быть, у них, конечно, возможность другая, потому что Москва была тогда свободным, просторным, круглым городом, и не было таких пробок, какие сейчас, поэтому сейчас стараются все впихнуть в одну точку. Но в Москве тогда эта Олимпийская деревня была раскидана по всей Москве, и приехать, вот посмотреть эту Олимпийскую деревню было нельзя, потому что это просто обязали каждое предприятие Москвы построить дом для Олимпийской деревни. Это малосемейки, удобненькие, очень были, кухонка, прихожая, и комната, и туалет с ванной. Очень удобно и очень комфортно. И возили автобусами на все ближайшие, где проходили, там, значит, ну, видимо, не было столько пробы, как сейчас. Но вот сейчас меня удивляет, может быть, это бесхозяйственность, потому что это, конечно, очень сложно. Но посмотрите, четыре года назад университет такую акцию замечательную провел, кедр моего имени. И молодые садили там, все было обставлено, хорошо, мы тоже ходили, принимали участие садить эти кедры вместе со студентами. И, в общем-то, смотрю, что сейчас эти кедры будут те, которые остались, те, которые выжили, по ним сейчас будут, ну, это ведь безнравственно. Сначала посадите, я даже не представляю, что там все вырыт, там все вытопчут, там все уничтожат. Это кедр моего имени, который садили студенты четыре года назад. Это раз. Второе, если думали о том, я предполагаю, что об этой универсиаде разговоры, наверное, лет десять назад еще начались, так в таком случае, почему же тогда не продумались эти площади? Потому что, вот, допустим, вот у нас господин Глесков имеет вот недалеко от, в микроэлоне Чистом, недалеко от стадиона Витлужанка имеет несколько гектаров свое собственное озеро. Вы знаете, мы переходим на какие-то... Ради Бога, туров вы еще нет. Простите, пожалуйста, я вот просто против, как ведущий этого клуба, переходить на личное имущество, людей и еще тем более... Почему же тогда у студентов сейчас вот настроится вот это вот все, и ты выглядываешь, у тебя буквально, ты можешь шагнуть из окна в окно, наверное, скоро уже так у нас будет, как в Англии, в Сибири, где так много места, а рядышком где-то, вот такие громадные пространства, почему было сразу это не, как бы вот, ну, остановить человека, иметь в черте города вот такие вот площади, а студенты будут вот так вот... Можно я сразу вам скажу, что 10 лет назад об универсиаде никто не думал? Ну, 4 года назад... А, и 4 года назад не думали. Вы просто... И 4 года назад не думали. Вы вспомните дату, когда Красноярский край принял решение подать заявку на право проведения универсиады? Да, кстати, вот это право проведения универсиады... Но это уже мы уйдем от морально-нравственного аспекта, который вас волнует. На это и не, как бы, не замахивался на проведение универсиады, потому что я так вижу, вот изучая все эти ситуации, другие страны, европейские, они уже и не претендуют на проведение таких универсиад, потому что они знают, что это будет связано с уничтожением экологии. Мы ничего не выиграли. Вы знаете, спасибо за ваше мнение. Можно я тоже скажу, я вот сегодня вступала в дискуссию в Фейсбуке на эту тему и хотела этим подытожить. Вот есть решение, и оно принято о том, что универсиада будет проходить в Красноярске. Аргументы, лучше бы построили садики или отправили эти деньги на строительство больниц, они какие-то абсурдные, потому что это не будет так. Даже если решение, вот знаете, такое ощущение, что люди думают, вот примут решение отменить универсиаду и эти деньги перенаправят туда. Нет. Давайте ценить то, что благодаря этому мероприятию у нас действительно появятся объекты и мы можем подтянуть уровень инфраструктуры в городе. Другого варианта здесь не дано. Это действительно так, бесполезно обсуждать, а если бы то, а если бы это. Это просто вот дискуссия на уровне бреда. Поэтому, вы знаете, спасибо большое, я просто правда... Одну секундочку. Я не за вырубку деревьев, но я говорю, я очень рада, что это мероприятие пройдет в нашем городе. Теперь я никак не против развития... Я за спорт. Посмотрите на меня. Я каждый день там бегаю, хожу на лыжах, я и на горных лыжах катаюсь. Тут даже без спорта. Это... Я не против больниц, строительства больниц. Люди должны заниматься спортом. И тогда не нужны будут больницы. У людей должна быть чистая обстановка в городе. И тогда не нужны будут больницы. Тогда не будет детской экологии. У нас как-то все шиворот на выборок. Как только коснешься кого-то, кто побольше... Кстати, сегодня утром Путин выступал и говорил, что надо развивать, я полностью с ним согласна, развивать детские, детские спортивные организации. И не вот этот вот архи какой-то там спорт для... Большой спорт, это большой бизнес прежде всего. Это... Это... Так мы с вами даже и не спорим тут, потому что все, что направлено, это останется для того, чтобы дети и занимались. Получается, что этим большим спортом мы сейчас наступили на горло массовому развитию физкультуры города Красноярска. Я вам говорю, как лыжница, вот физкультурник, который там на эту сутку с детства ездит, из Зеленой Рощи мы классом ездили. Я вам вот говорю, как... Потому что то, что я вижу, это ужасно, то, что происходит. Перегородили все дорогами и спортом заниматься будет нельзя. У меня есть предложение. Давайте вот дождемся 19-го года, вы как лыжницы потом. Я надеюсь, что мы встретимся, и вы скажете, что вы рады тому, что извинилось после универсиады. Мы уберем эти московские тракты в лесу. Большая просьба. Давайте мы будем подводить точку какую-то. У меня все-таки, ко всем, кто приходит сюда, большая просьба. Мы можем уходить долго в риторику, но давайте обсуждать конкретику. Вот конкретика сегодня была предложена. Следующая встреча наша будет в пятницу. Мы будем обсуждать ледовые дворцы. Поэтому у меня большая просьба. Приходите. Это тоже очень важный объект. И тоже есть вопросы. Где они будут располагаться? Кто потом будет ими управлять? Крытые, некрытые? Отдадут хоккею с мячом или нет? В общем, мы всех ждем в пятницу. Спасибо большое за то, что вы были. Спасибо за то, что вы неравнодушны. Такой фарват мне очень понравился, потому что есть возможность вопрос задать и подискутировать. Но, как я считаю, конечно, дискуссия была на низком уровне, потому что получалось, что оппоненты, которые в лице природозащиты выступали, там, насколько я знаю, были общественные организации, люди, они уводили немножко не в ту сторону. Понятно, что это важный вопрос о экологии, о защите природы, да. Но такое мероприятие, как универсиада, оно и вообще любое крупное спортивное мероприятие, оно требует жертв, определенных жертв, в том числе за дорогую экологию. Но я думаю, что руководство дирекции и все те, кто будут организовывать универсиаду, они не бездушные люди, они этот вопрос понимают и знают, что он тоже важен. Мне кажется, дискуссия все-таки удалась, так как были представлены мнения обеих сторон, и экологов, и тех, кто, как мне кажется, все-таки не считает, что экология настолько важный фактор в проведении универсиады, подготовке к ней. И мне кажется, эта дискуссия получилась жаркой, многие аспекты были освещены и многие вопросы были заданы. Я думаю, что было 50 на 50, потому что дискуссия была, но в основном, то есть, в основном вопросы, которые выступали, то есть, получается, зрители, они уходили в сторону. Я учусь тут в городке, и, то есть, как бы, я знаю, ну, могу сказать, что больше вот эта часть вопросов затрагивалась, то есть, она, ну, была, что ли, несколько актуальна, она актуальна, безусловно, но данная информация была немного недействительна. Ну, то есть, много информации было неактуальной. То есть, она была устаревшая, либо, то есть, то есть, вот женщина, которая выступала, то есть, она представляла только свои искренние интересы. То есть, мы, как студенты, у нас есть своя точка зрения. Ну, я думаю, что в конце именно дискуссия получилась, потому что какие-то мы оппозиционные мнения услышали. Ну, так, единственное, что, конечно, сложно спорить с уже принятыми решениями, но я надеюсь, что Наталья Подоляк и вот все остальные мнения и предложения, которые они имели и по скверу, и по зеленым насаждениям, хотелось бы, чтобы они, конечно, были услышаны, потому что, ну, проблема видно, что проблема есть, и она в какой-то степени беспокоит жителей города. Ну, остается надеяться, что и дирекция, и комитет прислушиваются максимально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова